Девчонки, кто хочет на завтрак оладушек с яблочком, так что присоединяйтесь, присоединяйтесь. Натерла еще третье, сюда два добавила, но понимаю, что, наверное, хочется яблочко побольше. Вот, хотя приготовила вот четыре, но одно будет, останется просто. Вот у меня чай холодный, который я так и не могу попить, не знаю почему. Все никак-никак, то-то-то-то, и, ну, мне кажется, это знакомо любой маме, да, которая в декрете, когда не успеваешь ни расчесаться, ни умыться, а чай стоит, конечно же, до вечера. Ну, я всегда наливаю неполную, чтобы потом, если что, добавить кипяточка и попить уже чайку. Я думаю, с оладушками я его точно попью. Оладушки обычные, то есть тесто, как на обычной оладушке, просто трете яблочко на любой терке, на которой хотите, можете даже кубиками, тоже оригинально будет. Добавляем, перемешиваем, жарим. Одним словом, ну, для завтрака, мне кажется, идеально. Конечно, оладушки это не лучший вариант вообще, в принципе, приема пищи, но если добавляем яблочко, то, следовательно, оладушки становятся немного, но полезнее все-таки. Так что будем жарить. Тут у меня поставила яйца варить 4. Вчера 2 слопала, вчера сварили яйца, хотели сделать ювейский салат, вот. Но я вчера 2 вечера слопала, поэтому решила 2 себе сразу сварю, и 2 туда, и сделаем сегодня салат. Так что поставили, яйца будут вариться. Что, Гномик, ты уже прибежал? Помогать мне прибежал? Да? Да. Соня там, нет, мама готовит, мама будет здесь. Машу позови, пусть она там разберется, кто там что. Так что я все, добавляю еще, видите, уже как потемнело яблочко, потому что в нем железо. Да, все добавляем и будем жарить. Так что, кто хочет завтракать оладушками, приходите. И да, кстати, вы заметили, что шкурку с яблок я не чистила. Ну, в принципе, яблоки я не чистила. Может быть, это, конечно, дело нехорошее, потому что, ну, шкурка, она такая, знаете, коварная штука. Но по старинке вот помню, что бабушка всегда мне говорила, что самое ценное и полезное это в шкурке. Вот, поэтому я в такие моменты, ну, когда яблоки более-менее нормальные и шкурка нормальная, то я не чищу. Мою хорошо, но не чищу и натираю вместе со шкуркой. Так что все, буду жарить. Сюда, конечно, в идеале изюм добавить, но у нас изюм не ест Саша. Он, знаете, такие едоки. Один одной не ест, другой другой не ест. И получается, что страдают все. Вот, так что, если вы не пробовали такие оладушки с яблоком, обязательно попробуйте. Это очень-очень вкусно. Можно овсянку сюда тоже добавить. Но, одним словом, можно экспериментировать с оладушками, делая их максимально-максимально полезными. Поэтому пробуйте. С яблоком это вкусно. Это очень вкусно. Так что мы будем готовить и завтракать вот такими оладушками. Процесс идет. Но такие оладушки, конечно, лучше жарить под закрытой крышкой, чтобы хорошенечко они там внутри приготовились. И, знаете, в принципе, как мне кажется, их очень можно назвать даже ленивыми пирожками с яблоками. Вот я вот когда не хочу возиться с тестом, а именно, ну вот, знаете, лепить, стоять. А хочется какой-нибудь такой вкусняшечки с яблоком. А я очень люблю с яблоком. Вот, поэтому вот такой вариант идеальный. Ну, такие ленивые пирожки с яблоками. То есть, яблоко есть, тесто есть. Все, что еще нужно. Так что, вот, готовим, готовим. Сейчас будем уже завтракать. Девчонки, всем поближе привет. Мы уже поигрались, погулялись, позавтракали. Одним словом, Сашуля наша ушла на танцы. Маша на плавание. А я уложила Димасика и пришла в коридор. Я думаю, у меня так где-то полтора часика точно есть. И все-таки мои руки доберутся сегодня до этих полочек, которые страдают каждый день. Абсолютно каждый день. Тут что-то падает, что-то мешается. Потом мы ищем без конца что-то. И так как вот курточки практически все я уже постирала. Две досушивается. Сашина уже, в принципе, все. Осталась вот эта машина. Я ее как раз сейчас отправлю в стирку. И разберу последнюю обувь. Я думаю, уже ботинки можно будет совсем убирать. Девчонки ходят в кроссовках. Ну, я тоже, у меня есть там короткие ботинки и кроссовки я хожу. А уже эти полусапожки, полуботинки, да, нужно будет тоже почистить, убрать. Ну, и в принципе, как раз вот это у нас сегодня поле действия. И потом, когда уже здесь уберемся, на таких моих бьюти-полочках, можно так сказать. Ну, столика у меня нет, к сожалению. Но, в принципе, я и так хорошо обхожусь этими полочками. Правда, они очень часто заваливаются, заваливаются, заваливаются. И не поймешь, что тут. Нужно выбросить, посмотреть, перебрать. Вот. И поделюсь потом с вами новиночками. Потому что все давно хочу, но никак не добираются руки. Вот. Так что, ну, давайте приступать к очень такому, мне кажется, очень интересному. Потому что я иногда очень-очень люблю перебирать это все, смотреть. Иногда находишь то, про что совсем забыл. Да, и такие находки бывают очень полезными, интересными. Или думаешь, что потерял, закончилось. Оказывается, оно там где-то в уголочке стоит, себе припряталось. Весна – это та пора, которая, мне кажется, побуждает к наведению порядков. Особенно за зиму, да, хочется что-то пересмотреть, перебрать, убрать, помыть, намыть. Так что, давайте это и будем делать. Кто-то утром выходил вот в шлепанцах и так и оставил, бросил. Поэтому сейчас вот здесь тоже переберем, достанем все ботинки, уберем, почистим их. Намоем, оставим только кроссовки. Но вот эту штуку я все забываю отнести в машину. Сегодня точно это сделаю. Как раз вот там поставлю и не забуду. Ну, в принципе, тут Сашина форма валяется, сумка моя, пакеты. Тут просто даже страшно представить, страшно сказать, чтобы вы понимали. Тут полный завал, вот полный завал. Что-то где-то, кстати, мой браслет, да, с которым я уже потихонечку, потихонечку занимаюсь. Еще не во всю силу, но я думаю, все будет. Главное правильно зарядиться и продержаться, как там говорится, 21 день, да, чтобы не сдаться. Так что будем сейчас тут все расхламлять, разбирать, что-то выбрасывать. Аж руки чешутся, потому что, ну, вы понимаете, что тут просто потеряться можно. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как-то я попала на очень-очень просто мега крутую акцию Она была ночная, было 70% скидки в Еве на декоративную косметику И я выхватила, просто урвала, можно сказать, вот этот тональный крем Я хотела его попробовать У меня он в оттенке 0.15, Light Vanilla Вот, хотела, попробовала Ну, не скажу, что вау, в принципе, сам тональник неплохой, да, очень жидковатый Ну, очень жидковатый, это, конечно, очень непривычно И вот эта пипетка, у меня вокруг одежда пачкается, когда я наношу на лицо Это как-то надо супер быстро спонжем распределять, чтобы оно не успело стекать, чтобы оно не успело капнуть Одним словом, сам формат мне вообще не нравится Тональник, да, неплохо, хорошо, особенно он очень легкий На лето это идеальный вариант Вот, но формат, к сожалению, меня, ну, не устраивает Это не мой вариант, однозначно Поэтому я уже, уже, да, заказала еще, еще один присмотрела Его очень-очень нахваливает, но я уже вам покажу, когда получу Тоже в Еве, тоже с хорошей скидкой, естественно Кстати, эту тональную основу я купила за 115 гривен Это просто, ну, мега низкая цена, которую можно было выхватить Это был, по-моему, товар дня, вот, так что я воспользовалась возможностью И теперь знаю, протестировала И как раз на лето мне очень хорошо буду пользоваться Буду аккуратно пользоваться, чтобы не вымазывать одежду Потому что, ну, перед выходом, знаете, когда уже ты одетый И пытаешься нанести макияж, то это очень неприятно И также взяла вот такую вот пудру тоже от Эвелайн Антишайн комплекс У меня в оттенке 34 Медиум беж Я как-то увидела на канале Оси Я думаю, многие о ней слышали и знают Это уже Дима, как вы понимаете Попробовал, да, протестировал Ну, довольно-таки легкая текстура Неплохая такая пудра И тоже была на него акция Очень-очень мега хорошая По-моему, за 69 гривен Это просто бесплатно И, конечно же, я решила воспользоваться И попробовать такую пудру В последнее время я стала активнее пользоваться пудрой И, наверное, благодаря тому, что с девчонками мы сняли тогда коллаборацию Мейкапа новогоднего Я для себя очень многое открыла И поняла, что у меня довольно-таки жирная кожа И вот эти все тональные крема Поблескивают на мне И пудра мне просто необходима Возможно, не всегда, но необходимо Пока я не найду тот тональник, который будет Ну, идеально подходить для моей кожи Следующие мои покупочки Это вот такие вот два консилера Они в виде, ну, стиков таких, да, карандашей Почему два? Ну, ровным счетом, потому что я не смогла выбрать оттенки Мне казалось, что и этот розоватый довольно-таки неплохо подойдет к коже И вот этот бежевый Немножечко с таким желтым подтоном, да Тоже очень хорошо подойдет Поэтому у меня их два Вот Ну, мне кажется, мне подходит и тот, и тот Вот, поэтому Такие довольно-таки интересные Я их еще даже не открывала Я тестировала в магазине А потом уже делала заказ Вот Так что у меня вот такие два консилера В виде карандашей И также в эту ночь Супер скидок Я урвала вот такие вот Две туши Тоже от Evaline Вот такие в золотом формате Одна такая Такая толстенькая И одна стройненькая Все от фирмы Evaline Очень хорошая цена на них была Поэтому я, естественно, соблазнилась и купила Они обычные Ну, в смысле, не водостойкие Для объема И одна, и вторая И в таком вот интересном формате Так что Довольно-таки неплохие туши То есть я не просто там купилась, знаете, на цену И взяла лишь бы подешевле Я почитала, конечно же, отзывы И отзывов положительных было много Поэтому я тоже решила взять И будут у меня вот такие две запасные туши Вот И также, если говорить О таких помощниках В косметических процедурах Я купила вот такие Матирующие салфетки Их здесь 100 штук Это, в принципе, у нас украинский производитель Натурал Кот Вот Это такие тоненькие-тоненькие салфеточки Вот представьте, да, какое оно тоненькое И здесь аж 100 штук Представляете? 100 штук салфеток Вот Это как раз на лето очень хорошо Для моей жирной кожи это идеально То есть если вдруг что-то начнет течь на лице Они просто палочка-выручалочка Ну и также Также Девчонки открыли для меня немножечко Америку Да, что Не обязательно использовать мицеллярную воду Для снятия макияжа Особенно в дороге Да, можно использовать вот такие салфетки Влажные, которые снимают макияж И, конечно же, я решила купить, попробовать Хотя в дорогу я пока что не собираюсь Но пусть будут Паратестирую пока что дома Чтобы знать, понимать Как эти именно себя поведут Потому что есть разные Но я взяла тоже По-моему, это украинский производитель В Аксоне я купила их Довольно-таки бюджетно Около 27 гривен Здесь 20 штук Ну, с мицеллярной водой Вот написано, да Для снятия макияжа Вот такой вот формат небольшой Эти я тоже купила в Аксоне Вот, очень удобно в сумочку положить И еще забыла вам показать Ну, потому что такой маленький предмет Вот такие вот румяна От Lamelle В оттенке 104 Тауп, да По-моему, так правильно читается Не знаю Вот, все хвалили Все рассказывали Что именно вот эти румяна Хотя это румяна Очень идеально подходят Для контуринга У меня контуринг мой один Заканчивается Вернее, он уже Практически закончился Глэмби У меня, правда, есть бронзер От Lumine Но вы видите, что они абсолютно разные Поэтому я решила тоже Попробовать Почему нет Очень трудно, на самом деле Найти этот оттенок И в магазине И в интернет-магазине Поэтому, когда он мне попался Я решила его взять Вот, поэтому Тоже буду теперь пользоваться Вот таким вот контуром Вернее, румянами Но в качестве контура Так, ну, из декоративных В принципе, это все Единственное, могу еще поделиться С вами показать, что в Ватцине Покупала вот такие вот масочки Это от Миша Корейские Это все маски Тут с медом Это такая ночная маска Здесь 10 мл Очень удобный формат Мне очень понравилось И на ночь, я думаю Здорово, да Подпитывать свою кожу От фирмы Миша Ну, нахваливают Нахваливают Поэтому тоже решила взять Попробовать И вот такую вот тоже маску Тоже с медом Но тут не только мед В этой маске экстракт черники И мед Здесь у нас объем 5 мл Это фирмы Фрудия Тоже корейская масочка Ну, знаете, на 2-3 раза На ночь нанести Очень даже Это типа такого пробника Чтобы попробовать Понять, подходит или нет Очень удобный формат Поэтому вот Прикупила для ухода еще Так, ну что Тут пока что я закончила В этом уголочке Тут, в принципе, вытерла Зеркало еще не вытирала И остается нам разобрать обувь Ну, в принципе, я начинаю сверху вниз Тут из косметики, конечно, кое-что Повыбрасывала Естественно Ну, на полочках я, в принципе, перебрала И все поставила Сказать, что я супер довольна тем, что получилось Не могу Потому что, ну, как-то многовато всего Не знаю Я почему-то думала, что если я буду использовать этот контейнер То у меня вообще все поместится И не будет косметички И чего-то другого А тут еще, извините Вот все сверху Все сверху И сказать, что мне это все нужно Ну, как бы, не знаю Вроде бы да Вот здесь у нас на второй полочке Всякие спреи Ароматические Для волос Ну, в основном для волос И вот такие всякие Вкусненькие спреи Ну, они больше на лето Тут у нас Вот как раз Для дивана От кошки Там пантенол Он тоже всегда практически здесь стоит Чтобы Ну, был на поготове Там стоит лак Которым мы не пользуемся Но он стоит Не знаю Ну, выбрасывать мы его не будем Потому что очень редко Сашули на танцы он необходим Так, тут у нас вот Сухой шампунь От Эйвена Он уже практически закончился Но еще, я думаю На разочек хватит А здесь уже стоит следующий Сухой шампунь Который мы будем использовать Дима уже уронил И крышечка разбилась Мы ее выбросили Такой хороший большой объем Вот от Веллы Так что тоже будем пользоваться Вот Тут маселки разные Спреи Вот этот спрей, кстати Я уже и забыла Что он у меня еще не закончился Нужно его будет доиспользовать Мне, в принципе, довольно-таки Ну, нравится Хороший, неплохой Вот Где тут еще Ну, глискур мой розовый Да И вот этот тоже Который вот Совсем скоро закончится И маселки Тут пока эти стоят А те, которые жидкие кристаллы Они у меня в ванной Ну, а здесь у меня Декоративная косметика больше Стаканчик с кистями И там у меня как раз Да, две туши От Арифлейма Ну, тут тональные основы Всякие разные Бьюти-блендеры Пудра Крема Ну, этими кремами Больше девчонки пользуются Вот консилеры Корректоры Тут я положила Вот такие губнушки Которыми, в принципе Из тех тонов Которые я использую чаще всего Румяна Контуринг Там такая палетка Небольшая с тенями Вот Карандашики вот так поставила Чтобы видно было Потому что в этом стаканчике Они терялись И я их просто не могла найти Вот Это мой любимый Бальзам для губ Который практически закончился Нужно купить точно такой Не знаю Прям вот Я в него влюблена Ну, и тут всякие Карандашики И не только Всякие разные Которые на всякий случай Нужно оставлять Потому что У нас недавно случилось Такое, что Саша говорит Я потеряла свой карандаш Я говорю И что? И все Ну, говорит Есть огрызок от Арифлейма Но Огрызок тоже нужно было найти Тут у меня для бровей Тут для губ скраб Тут бронзер Ну, не знаю Вот так А, в этой косметичке Я оставила такие, знаете Ну, продукты Которыми я, в принципе Еще могу и буду пользоваться Но Очень-очень редко Тут такая пудра От Эйвана Тени От Мэйболин Ну, и разные Ну, и разные блески Бальзамы для губ И там еще Также Пробнички духов От Арифлейма И от Эйвана Ну, я их так В уголочек Все поставила Чтобы они в глаза Не бросались Но, надеюсь Залеживаться тоже Сильно не будут И вот этот крем Для рук Который я очень часто Использую Именно на ночь Он такой Супер-супер увлажняющий Ну, супер ухаживающий Вообще А тот, который Более легкий Ну, такой, знаете На каждый день Можно и 2-3 раза В день использовать Он у меня стоит в ванной А это такой Плотненький Хорошенький Ну, и парфюмчики Да Я решила все И много сюда не наставлять Как раз будем Вот эти Доиспользовать Вот этот у меня уже Чуть-чуть Ну, такие весенние Именно весенние Легко переходящие В летние Роман Баси Карлина Херера Шанфлавы И Рифлей Деклетфе Пока эти здесь Все остальные Там в нужном месте Вот так что Вот такая вот У меня уборочка На полочках Получилась Здесь такой обруч Который иногда необходим Браслет мой Я уже показывала Здесь у нас Оказалось Тут на полочках Очень много Новых масок Ну, и мой Утюжок Для выравнивания Тут ключи вешаем На этой полочке У нас салфетки Сухие Салфетки Мокрые Вот это Кошелочка Из фетра Кстати, если вы знаете Напишите мне Вообще стирать Можно вот эту Корзинку Потому что Ну, мне бы хотелось Ее постирать Но я боюсь, что Она испортится И после этого Придется ее выбросить Почему там Почему-то Только одна моя расческа Где расчески Девчонок Гуляют где-то По дому По квартире Вот так Что Вот так Оформился Наш уголок Салфетки